Я приветствую всех телезрителей программы Культфьюжн. С вами Анна Акуджава. Вы станете свидетелями ярких и интересных мероприятий нашего города прямо сейчас. Мы находимся за кулисами Тверского цирка и прямо сейчас идет представление. На арене уже выступают артисты и все зрители телеканала Тверской проспект могут увидеть техническую часть оснащения, которое помогает всем артистам выполнять сложные трюки здесь и прямо сейчас. Юбилейная программа в Тверском цирке оправдала все ожидания. 19 марта состоялась премьера представления, на которой мы с удовольствием побывали. Красочные костюмы, музыка, отражающая полный смысл номеров, не оставила равнодушным ни одного зрителя. Акробаты, эквилибристы, гимнасты, клоун, который особенно понравился всем детям, и, конечно же, дрессура животных. На арене творилась невероятная красота. Артисты демонстрировали сложнейшие трюки, под куполом цирка гимнасты выполняли неповторимые и опасные пируэты. Цирковые артисты насладились выступлениями, ведь тверская публика встретила их с теплом. Когда он кричит «Браво!», мы понимаем, что ему это нравится и что мы делаем все правильно для нашего зрителя. Зал полный, встречаем просто прекрасно. Особенно хочется отметить восторженные отзывы зрителей, пришедших на юбилейную программу. Понравились больше девочки на шаре, которая каталась в воздухе. Обезьянки. Все понравилось, все супер. Впечатления прям масса и все номера очень сильные. Гимнасты понравились, обезьяны понравились. Гимнасты или эквилибристы, просто дух захватывало. Нам понравился питон и игги. Мне очень понравилась, конечно, лошадка, лошадь просто гениальная. Очень классный цирк, вот первый, который впечатлил меня так. Очень круто. Тверской цирк ждет всех жителей нашего города на юбилейную программу. Отмечу точно, никто не останется равнодушным, ведь представление получилось действительно очень ярким и интересным. Творческая жизнь киноконцертного зала «Панорама» насыщена интересными мероприятиями. Об этом подробнее вам расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Как известно, песня – самая простая форма вокальной музыки в жизни человека. Она испокон веков играла весьма значимую роль, сопровождая человека и в горе, и в радости. Еще со времен античности музыка и поэзия были неразделимы. Сегодня мы поговорим о бардовской песне, ее еще называют авторской. Смысл бардовской песни заключается в утверждении свободного авторского мира ощущения, самостоятельной жизненной позиции, неподвластной цензуре. Каждой своей песней автор словно хочет сказать «это мой крик, моя радость и моя боль». Об этом фраза выдающегося барда Блата Куджавы. Каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить. Под музыку вивальди, 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 под музыку вивальди, под югу за окном. Печалиться давайте, 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 печалиться давайте, об этом и о том. Главной особенностью авторской песни является то, что создателем поэтического текста и музыкального сопровождения композиции является автор, который, как правило, не значится профессиональным поэтом либо музыкантом. Важно еще отметить, что авторскую песню принято характеризовать как поющую поэзию или форму духовного общения людей, которые считают себя единомышленниками. Еще про них говорят, что это умные и честные песни российской интеллигенции. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, ступенем эрмитажа, ты в суденки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках. Атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мед со стороны. Напряжены спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет то-то, и небо упадет. Из них ослабнет то-то, и небо упадет. Тематика, затрагиваемая в авторской песне, весьма разнообразна. В композициях повествуются о мужественных, смелых и стойких людях, о романтических путешествиях с гитарой и рюкзаками, а также особое внимание уделяется таким истинным ценностям, как любовь, дружба и верность. В них с восхищением рассказывается о красоте родной природы. Зачастую в бардовской песне используется своего рода драматургия, и поэтому некоторые композиции представляют собой наполненные монологами, диалогами и даже сценками маленькие спектакли. Вот лишь немногие популярные авторские песни, которые вошли в историю советской и российской культуры. Нам нужна одна победа, написанная выдающимся поэтом, основоположником жанра авторской песни Булатом Акуджавой в 1970 году для фильма «Белорусский вокзал». Или «Песня о друге», созданная Владимиром Высоцким в 1966 году, специально для фильма «Вертикаль». Или «Милая моя», которые величают походные элегии Юрия Висбора. Или «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Олега Митяева, которая была признана неофициальным гимном бардовского движения. «Песня о другом» 2 апреля на сцене киноконцертного зала «Панорама» выступит знаменитейший коллектив «Песни нашего века», задуманный продюсерской компанией ABC в 1998 году. Этот проект в следующем году будет отмечать свой четвертьвековой юбилей. Положенная в его основу идея практически сделала за это время «Песни нашего века» национальным достоянием страны. Этот успех можно объяснить тем, что в качестве знаковых символов российской культуры были выбраны лучшие образцы авторской песни. Увижу ли Бразилию, 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 Увижу ли Бразилию до старости моей? Из-за Киверпульской гавани всегда по четырехам, Сюда уходят плавание к далеким берегам. Плывут они Бразилию, 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 И я хочу Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, Только Дон и Магдалина ходят по морю, суда. Концерты, презентации коллектива проходили в Государственном Кремлевском дворце, в концертном зале «Россия», в Дворце молодежи, в Московском театре «Эстрады», в Московском международном доме музыки не раз транслировались каналами «Россия», «ТВЦ», «Культура», «ОТР». При неизменных аншлагах песни нашего века звучат в концертных залах городов России и далеко за ее пределами. Проект многократно участвовал в Международном фестивале «Славянский базар». Приглашается для участия в правительственных, в том числе президентских мероприятиях. На каждом концерте коллектива главным участником бывают зрители, которые всегда поют вместе с теми, кто стоит на сцене, потому что песни, которые избраны веком, любимы и знакомы всем. А я вам напоминаю, 2 апреля в киноконцертном зале «Панорама» состоится концерт знаменитейшего коллектива «Песни нашего века». Следите за нашими анонсами, заходите на наш сайт. До новых встреч! Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тут ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидаю представьте меня. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях встретишься со мною. В ближайшее время в киноконцертном зале «Панорама» вы сможете посмотреть кинофильмы. «Анчартед» на картах не значится. Два искателя приключений отправились на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату. Также в киноконцертном зале можно посмотреть кинофильм «Непослушник». Настоящая русская комедия с душой и размахом. Режиссер и соавтор сценария Владимир Кот уже долгие годы занимаются, Возможно, самой трудной на сегодняшний день деятельностью, Доступной для кинематографиста. Доводит до зрителей малых и больших экранов реальное положение дел в разных сферах жизни. Причем делает это простым и понятным языком беспошлости и вульгарности. Творит комедию, вероятно, сложнейший жанр в мире кино. Также можно посмотреть кинофильм «Наемник». Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Рида, А зеленый берет – предметом гордости. Но после ранений он остался неудел. В мирном обществе ему нет места, а состояние здоровья приходится поддерживать медикаментами, Не всегда самыми чистыми. И когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, Бывший солдат не медлит. Но теперь выбор, на кого направить оружие, лежит полностью на нем. Проклятие – дом с прислугой. Джой устраивается горничной в одну семью. Ее предупреждают, что нельзя вмешиваться в жизнь хозяев. Но девушка начинает замечать странные вещи. И вскоре узнает, что до нее здесь работала другая горничная, которая умерла. Вот только ее призрак все еще обитает в доме. И чем закончится, нужно посмотреть. Парни под прикрытием. Простое и не совсем легальное задание – завершить сделку по продаже оружия в Панаме – оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с кем? А вы узнаете, если посмотрите кинофильм «Парни под прикрытием». С вами была программа «Культфьюжн» и я, Анна Акуджава. Оставайтесь в Центре культурной жизни Твери вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова